Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК-Арена. И в этом выпуске мы проведем 13-й день погружения в бездну. Немножечко побьем финального босса, пожирателя, этого самого зловещего осьминога. Но прежде чем начать, предлагаю обсудить такую неприятную новость, как время длительности события. Есть, значит, вот такая здесь вкладочка, события, и можно посмотреть, что завершится через 9 дней. Но в чем проблема? Проблема в том, что это как бы время мирового вообще проведения события, то есть якобы во всем мире, на всех серверах, это событие завершится через 9 дней, 18 часов. А конкретно для нашего игрока, то есть для меня и для всей нашей команды, нашего сервера, время необходимо смотреть вот здесь вот в ополчении. Заходим в ополчение, и мы видим 3 дня, 18 часов. То есть цифра прям совсем расходится, практически в одну неделю, и это расхолаживает. То есть осталось всего 3 дня, чтобы продавить этого босса. Но вот вчера мы к нему подобрались уже, и попробовали на клык, так сказать, как он там и что он там. Очень интересные фишнячки у него есть, но да сейчас и посмотрим. Что касается повышения титула. То есть титул действительно повысили, получили 50 красных эмблем. Это была для меня, во всяком случае, основная награда. И, конечно, хотелось бы получить крутые карты. То есть 20 карт, это десяточка кристаллов. Ну и пыльца. Пыльца, в принципе, никогда лишней не бывает. Хоть на моем уровне, конечно, 2500 довольно легко фармиться. А вот те игроки, которые, скажем так, только перевалили через 15-ю локацию, и вот уже участвуют для них, это очень-очень хороший вклад. Итак, среди ачивочек, что нам нужно выполнить? Примите участие в уничтожении финального босса. Ну, как бы я уже вроде принял. Участие по уничтожению этого босса, но ачивочка как бы не засчиталась. Займите 20 поселений уровня 6 или выше. Ну, тут, понятно, заняли гораздо больше. Кстати, вот насчет этих ачивочек, да, то есть мы их выполняем. Хотелось бы, чтобы давали бы за вот эти вот выполнения, ну, хотя бы там, ну, что-то по чуть-чуть, да, вот какие-то там мелкие призы, там, 50 тысяч золота, ну, или 500, там, как бы уже все-таки получили хорошее звание уже, ну, можно было бы и увеличить. А так просто выполняйте, выполняйте и все. Так, получите 900 тысяч благословенной эссенции. Ну, мы получили 2 ляма, то есть нормас. Тут тоже прокатили. Займите одно поселение уровня 8 или выше. Заняли. Уровня 8 или выше, это, получается, большой город у нас. Мне же получилось занять большой город сами врата, разрушенный город. Я потом помогал ребятам еще немножечко захватить другие восьмые города. Но кому сейчас нужно будет, еще буду помогать, конечно же. Так, получите 5 мифических благословенных реликвий. Тут тоже получили. Понятно. И теперь вот интересный момент. Вы достигнете уровня 4 всеми базовыми реликвиями всех классов. Но это вроде как бы не так уж и сложно. То есть, чуточек качнуть и получим эту реликвию. Тут другой момент. 150 миллионов. В чем заключается особенность? Давайте зайдем в этого босса и посмотрим. Особенность заключается в том, что вот враги наносят гулдосу на 12% меньше урона за каждый уровень безумия. Дал же как бы какой-то разработчик название гулдос. Как будто бы открыл какой-то словарь матерных слов на непонятном языке. И такой, о, отлично, подходит. Дальше. У которых, короче, есть. Как только противник наберет 5 уровней безумия, он перейдет на сторону гулдоса. И будет сражаться за него до конца битвы. То есть, с одной стороны, вот, хотелось бы, чтобы наши персонажи больше наносили урона. Вот, были крутые, прокаченные. С другой стороны, они же переходят на его сторону и потом наших начинают бить. Наносит урон трем врагам с самым высоким уровнем выдержки. И добавляет им один уровень безумия. Вот такая вот фишнячка у него. Ну и далее, как бы, тут очки интуиции и выдержка компонуются. На поле боя два щупальца, которые можно атаковать и контролировать. Татростки могут атаковать противника. Если одно из них потратит 500 очков собственной энергии, то ближайшие враги получат один уровень эффекта безумия. Здесь босс поприятнее будет в плане фишнячков. Такой необычной. Не было у нас еще таких боссов. Но, опять же, особенно заключается в том, что его нужно выбивать. И вот как это сделать, мы сейчас с вами и посмотрим. Так, кто у нас здесь будет принимать участие? Ну, нам, во-первых, нужен хиллер. Это по любасу, это не обговаривается. Потом нам нужен, как бы, второй хиллер. И если второй хиллер будет исчезла... Так, ускоритель еще, конечно же, понадобится нам. Так, 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 так. Ну, вот, как бы и Фокс тоже нормально тут накидывает. У него фишнячки тоже есть. Фух. Так. Ну, попробуем, как бы, вот так вот продавить. Просто пробовал обычной пачкой. Без подхилов, как бы, но выбивает. А с другой стороны, здесь нужно его срочно и быстро продавить. Ну, пробуем, что получится. Так, что у нас по энергии? 48 энергии требуется в бой, то есть 96 для двух раундов. Многие выпадут в осадочек. Ну, да ничего страшного. Пробуем. Здесь, как бы, нет фишнячка никакого. Единственное, давайте на двоечку переведем. В плане... Ультования. Ультовать, не ультовать. Автобитву ставим и пусть, как бы, себе там выносят всех подряд. Так, хочется изучить именно его вот эти вот приколы, там, щупальцы всякие, да. Так, переходим сюда. Здесь отклонено. Так, уклоняется. 18 уже у него в ярости. Так, что-то Толена не восстанавливается. Причем, смотрите, интересный момент, да. Толена потеряла ХП, пока была костром. Вот это уже что-то новенькое. То есть, как бы, получила урон, вместо того, чтобы подхилиться от Рована. И это меня настораживает. Так, что мы тут нанесли? Интересно. Больше, все-таки, или меньше, чем обычно? 192. Да, чуть больше, как бы, чем обычно. Ну, как, чем обычно? Чем в прошлый раз. Так мы это назовем. Не обычно, а именно в прошлый раз. Но тоже недостаточно. То есть, сегодня, скорее всего, мне не удастся прокачать его на максимум. Да, возможно, стоило бы убрать кого-нибудь из хилеров. Например, Толену, да, и поставить какого-нибудь мощного еще уронщика. Но 150 так и не удалось добить. То есть, может, сегодня вечером, может быть, завтра уже в первой половине дня. Но, полагаю, уже внесу необходимый урон. Пока что 111. 111. Вот тут народ тоже набивает. Как бы 105. Молодцы, как бы стараются. Но, опять же, да, не хватает немножечко реликвий. 179. Вот китайцы. Что-что китайцы, как бы, себя вообще некрасиво показали. Во-первых, эти китайцы. Сидели-сидели. Непонятно, чем занимались. А потом, как только мы захватили врата, начали продвигаться. Вот, смотрите, момент такой интересный. Большой город. Короче, наша гильдия топила этот город. Уже так продавили нормас. Осталось чуть-чуть там, чтобы захватить. Появляется какой-то китайцы. Такой, отлично, городок. И такой, щелки захватил. Не, ну, молодец, да, такой. В одиночку захватить большой город на данном этапе развития, ну, я бы сказал, ну, не получится. То есть, давайте посмотрим наши реликвии. Вот, прокачал пятерочку на максимум. И нужно, конечно же, здесь было бы качнуть что-нибудь. Но среди уронщиков очень хорошие маги. Но магов качать еще и качать. Поэтому здесь есть такой момент, да, спорный. Сейчас чуть-чуть мои товарищи энергию подкопят и, полагаю, 150, да, сегодня вечером уже качну. Итак, большой город. Продавить в одиночку, да, не получается возможно, потому что есть у нас только одна попытка. Герои, которых мы использовали, уже отойдут на такой план, что их нельзя будет еще раз повторно активировать, как на боссе, да. Поэтому нужно подходить очень-очень внимательно к выбору команды и к выбору города. Обращать внимание на фракционный бонус. Раз. Потом, где лучше всего использовать команду из этих светлячков? Ну, преимущественно светлячков. Два. То есть, к примеру, вот здесь вот выбить эту команду, ну, практически нереально. Вот. Они будут под ускорением вносить огромнейшие уроны. То есть, плюс получат минус 50 к хп, если они не будут из фракционочки. Вот. А они, скорее всего, не будут из фракционочки. Их просто разобьют здесь. Ну, третья пачка тоже относительно легкая. Теперь давайте посмотрим вот этот вот городок. Ну, здесь тоже, ну, вроде так себе, как бы, здесь, ну, да, тут посложнее, тут Тайдус будет исполнять. Но в целом тоже возможно, как бы, пройти. А вот такую пока вам, ну, по любасу не пройдете. В том плане, что Ортрус так начинает танковать круто. Вот. Подхиливается сам у него, регенерация хорошая идет. Плюс Толена. Ее же, как бы, нельзя убить, да, уничтожить. И она будет постоянно возрождаться и всех подхиливать. Ну, древний, как бы, тут спорный момент. Главное, что вот не протопим Ортрусов. Как бы, не старались. То есть, вот эти два города на данном этапе в развитии захватить практически не удастся. Так, тут у нас что? Здесь, ну, здесь, как бы, пока две пачки такие средние. Ну, и третья пачка без подхилов, в принципе, можно продавить. Вот такую вот городишку. Где-то я там видел момент. Сейчас найду его. Вот. Короче, качал я таких персонажей. Ну, такую пачку, правда, не в третьем. Не в пятой прокачке по классу. А город был большой. Ой, не большой, а средний. Уровень 7, который. Город 2. И там была такая пачка. Ну, как бы, даже две таких пачки я, по-моему, продавил. Два города такие захватывал. Довольно-таки легко далось. Единственное, что надо как-то сконцентрировать внимание на одном персонаже. Иначе Ульмус успевает подхиливаться. Причем прохил у него там такой бешеный идет. То есть, я смотрю, думаю, да как так? Вообще, ну, не получается. А все зависит от того, что у него очень большие вот эти вот дополнительные здоровья. То есть, есть обычное здоровье, да, как бы, а потом вот эти проценты там накручены так, что ого. И в итоге подхил, который он получает в процентах, в натуральной величине это очень-очень много. Поэтому смотрите внимательно. Получится у вас, не получится. Но я бил его Тайдусом. То есть, Тайдус, ну и там разная всякая команда была с уронщиками. Там, да, действительно у меня получилось продавить. То есть, по одному только, только первого я выбил. Остальные сразу посыпались. Ну что ж, друзья. А на этом пока все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.